По запросу Ярославской епархии к 2018 году должен решиться вопрос о передаче помещения Музея заповедников в безвозмездное пользование Русской Православной Церкви. Все эти годы заповедник являлся хранителем истории Ярославля. Я считаю, что на эту проблему надо смотреть с оптимизмом. Это очень непростой период, в который сейчас входит музей. Но и в то же время в этой ситуации есть, безусловно, очень интересные возможности, которые музей может реализовать. Дальнейшая судьба живого символа города Медведицы Маши также неясна. Планируется, что с переездом музея ее поместят в специальный вольер, который будет располагаться неподалеку от нового здания. Вот что будет с Медведицей Машей, вы знаете, меня этот вопрос тоже очень волнует. Я надеюсь, что с Машей будет все в порядке. Мнение общественности о дальнейших планах развития исторического памятника разделилось. Это должно специально спроектированное здание, специально построенное здание. И, возможно, мы скажем, наконец-то в Ярославле появился первый музей в музейном здании. Они должны быть иметь свой домино, домину, домищево. Ремонтаж любой музейной экспозиции, как и воинской части, это разрушение. Мы это видели в истории многократно. Вы представьте себе, демонтировать музей природы. Это не мыслимо. Пока четкого плана нет и остается только надеяться, что разрушение памятника не произойдет, и архивы при переезде не пострадают, а новое помещение станет удобнее для горожан и Медведицы Маши. Александра Топкова, Денис Сахаров. ЯНовости.